По итогам третьего розыгрыша лотереи, требующих выиграть приз, были определены 52 победителя. Они выиграли 23 смартфона, 26 видов различной бытовой техники, 2 электромобиля и 1-комнатную квартиру Бишкеки. Сегодня же сотрудники ГНС вручили им их призы. Счастливой обладательницей 1-комнатной квартиры стала 25-летняя жительница города Слюкта Чинара Канебекказы. По её словам, на момент розыгрыша у них было более 100 лотерейных ID-билетов. Один из них оказался выигрышным. Так победительницы вручили ключи от новой квартиры. Электромобили выиграли Дану Мурзаковой и Саталайбек. По их словам, они начали сканировать чеки весной прошлого года. И более чем за полгода Дана Мурзакова собрала 250 лотерейных ID-билетов, а Саталайбек – 750. Это было прямо перед Новым Годом. Это было такое удивление. В этот день я ещё на права сдала. И да, это было очень много эмоций. Да, сначала я надеялась, что я выиграю, но прямо такое совпадение. Да, было очень эмоционально. Я хочу выразить свою благодарность государственной новой службе за такую возможность выиграть. Я очень рада. Я сейчас волнуюсь, но я очень рада. Розыгрыши стимулирующей лотереи требуют чек выигры и приз состоятся и в этом году. Они будут проводиться раз в квартал. Призов будет больше, отметил заместитель председателя Государственной налоговой службы Исламбек Кадыргычев. В целом, учитывая положительные эффекты от проведённой акции в 2022 году «Требую чек выиграй приз», Государственная налоговая служба будет продолжать данную акцию в 2023 году, но с особенностями, основными из которых является то, что мы в разы увеличиваем призовой фонд, то есть 4-5 раза, а также стимулировать граждан, чтобы каждый раз сканировать чеки. Мы постарались, чтобы ежеквартально мы проводили розыгрыш и чеки обнулялись, ежеквартально чистились. ГНС отметили, что в этом году граждане, которые сканируют чеки, кроме участия в розыгрыше, могут воспользоваться функцией кэшбэк. Он составит до 3%.